Ситуация на Украине и на Донбассе достигает критических пределов. И не только с военной точки зрения, а с точки зрения социально-экономической и любых других. Недавно на Украине вышло интервью Гордону, которое дал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. И там, в принципе, готовая справка относительно реальной ситуации украинской экономики и реального состояния людей. Там просто прозвучала фраза, что если к февралю закончится отопление и будут веерные отключения, и работы не будет, и встанет промышленность, то люди начнут резать друг друга. И в этой ситуации становится понятно, что эпоха Зеленского заканчивается. С другой стороны, я прекрасно знаю, как живут люди в ЛНР. Я общаюсь с очень многими людьми там. И хочу сказать, что когда пачка гречки в Ростове стоит чуть больше 20 рублей, а пачка гречки в Луганске стоит в 10 раз дороже, работы нету, процветают только ритуальные услуги, а людям даже негде заработать, и они находятся постоянно под давлением. При этом шахтеры, которые работают на копанках и отгружают уголь для Украины, они зарплаты-то толком не получают. Вспоминаем вот эти все силовые акции силовиков в Луганске, которые сражались со своими же шахтерами, которым не выплатили, их кинули на зарплату. Представляете себе уровень социального взрыва, который там происходит. И вот в этой ситуации, естественно, нужно тестировать пространство, а как жить дальше? Кто может прийти, если отдельные люди не справляются, что в Киеве, что в Луганске, с управлением страной, экономикой, людьми? Что делать? Кто может вообще взяться за решение этой проблемы? Начал эту историю Иван Лихачев. Есть такой блогер в Донецке, который сделал опрос общественного мнения, кого бы люди видели лидерами объединенного Донбасса. И он там назвал несколько фамилий, руководителей, естественно, двух непризнанных республик. Там был Олег Царев, Николай Янович Азаров. И он вписал туда Владимира Громова. Я не знаю почему, но, наверное, потому, что Громов выходец из Донбасса, это бывший глава контрразведки ЛНР. И получилась достаточно интересная ситуация, когда Громов сразу же набрал больше 60%. Я сделал опрос по Украине, потому что, ну, мне кажется, что масштабы другие, да, и управленцы, которые сидят в Киеве, они точно так же не ревут, не мелют и доводят людей до ручки. И я вписал несколько фамилий, среди которых, значит, Самураев, для объединенной новой Украины, да, Мураев, там, Разумков, Янукович, Пасечник и Громов. И ситуация повторилась сразу же больше 60%. Я понимаю, что зрители моего канала на Ютубе, а я сделал опросы и на Ютубе, и в социальных сетях, Контакт, Фейсбук, Одноклассники, да, я понимаю, что зрители моего канала, они более-менее знают Громова, а на Украине упрёки такие прилетали, Громова не знает никто. Но там был Янукович, которого знают все, и Янукович набрал, ну, менее 20%, а Громов сразу больше 60%. И вот эта ситуация меня наводит на размышления относительно того, как моя малая родина будет жить в 22-м, 23-м году. Для меня это вопрос принципиальный. Ну, там был Янукович, и Януковича знают все. И даже несмотря на то, что Громова не знают, Янукович всё равно набрал меньше. Вопрос, почему? Люди хотят силовика. Люди хотят человека, не запятнанного в публичной политике. Так я рассуждаю. И вот я беру и сталкиваюсь с публикацией. Через несколько дней после этого опроса, который был опубликован, я записал видео с анализом, и известная группа МГБ ЛНР начинает реакцию, начинает противодействие и противоход. А как это ещё понимать? Ну, вот, например, администратор голоса МГБ ЛНР пишет, казачий генерал Петров, Монаков Михаил Михайлович, и вдруг начинается наброс. На данный момент оказывает информационную и финансовую поддержку Владимиру Громову, как претенденту на главу региона. Монаков является смотрящим за ЛНР. Ну, в общем-то, делается проброс и удар по Громову. Люди вписываются. Ну, вот некто Фарик Фарахов, было у меня интервью на канале. Это просто пипец, как кто это. То Громова никто не знает, даже не видели. А тут сразу раз, и Монако его спонсирует. Кто в эту чушь поверит? Марина Демидова, очень авторитетный человек в Луганске, пишет, это вообще что было? Это очередной пост или абсцент? Сплошное кощунство. Чего вы лезете к Громову? У вас есть ведомость или письменное заявление о финансировании? Ну, в общем, люди вписываются, потому что они просто возмущены. Кстати, сами луганчане указывают ещё на ряд интересантов в этой дискредитации, в частности, Бабкина и Петерикову. И это чрезвычайно интересный эпизод. И вот есть ещё один пост. На своей странице кто-то написал слезливую фантазию про службу военной контрразведки ЛНР. И тут же Пушкин, ты пишешь про Громова, который бытовой лентяй и алкоголик, так расскажи про его связь с украинской стороной и про то, как он мародёрил дома и квартиры в Марковском районе. В чём прикол? Я прекрасно понимаю, что МГБ ЛНР, я брал несколько интервью у Комова Андрея, я понимаю, что сам Комов к этому отношения не имеет. Однако Комов давным-давно на этом ресурсе открытым текстом когда-то сказал, обращаясь к Леониду Пасечнику, что это с его благословения эта группа была образована и, собственно говоря, это информационный инструмент группы Пасечника. То есть, это бывший начальник отдела К СБУ Луганской области. И вот, по моей информации, Комов эти посты не распространяет, а там отмечаются люди типа Ольги Баас, Марины Филипповой, которые вдруг, то ли кто-то нашептал, то ли увидели тестирование пространства, вдруг начали проявляться. И они начинают набрасывать на вентилятор. В чём особенность моей информационной работы по Луганску? Я ни слова не говорю, огульно, фантазии, не опираясь на факты, тем более факты, опубликованные в публичной печати. Каждый мой ролик по Пасечнику, по всем косякам его работы, по всем политическим проколам его работы, основанный на его публичных заявлениях, на его метаниях, на то, что Зеленский услышь нас, мы идём в Россию, мы готовы торговать с Украиной и так далее, и так далее. А Богдан, давая интервью Гордона, очень чётко рассказал, сколько там угля в той Украине. И что уголь, находящийся в копанках Луганской области, ну или ЛНР, крайне необходим. Так вот, все мои заявления по Пасечнику, они основываются на фактуре. А здесь Марина Филиппова рассказывает админу, как нужно сейчас завернуть всю эту историю и ударить по Громову, который, честно скажу, по моей информации я понятия не имею, собирается он туда заходить или не собирается. Но я считаю, что если вот этот удар в точку, вот это тестирование попало вот прямо в десяточку, то, видимо, наверное, надо зайти. Потому, что люди… Ну, кто такая Марина Филиппова? Ну, все же помнят прекрасно, что когда Пасечник был главой МГБ, да, то он привлекал. И Филиппова даже сидела по подозрению в работе на иностранные спецслужбы. А потом, когда он стал главой республики, она вдруг оказалась в его окружении чуть ли не правой рукой. То есть, люди реально боятся. Люди, у страха глаза велики, они вдруг увидели вообще какой-то колоссальный риск для своих персон, для своего бизнеса, для своих схем, для своих серых поездов, которые отправляют уголёк скопанок на Украину. А там же энергетический кризис. Ну, Пасечник же сказал, что он… «Я готов на взаимовыгодных условиях торговать электроэнергией и углём с Украиной». Ну, вот они и все расклады, как хренды копейки. То есть, произошло банальное тестирование пространства на предмет того, как люди видят будущее и каких руководителей они видят в своём будущем. И нынешние руководители, вот эта мафия Пасечника, вот эти вот женщины, Бас, Филиппова, которые рассуждают уровнем рынка в Луганске, и которые тут же начинают распространять сплетни, они начинают себя проявлять. И это на самом деле такой оперативный признак того, что мафия Пасечника просто тупо боится. Комментаторы сами в Луганской области поставили их на место. Они прямо показали, вы что, больные, что ли? Да вы, половина из вас Громова не видели. Это начальник контрразведки. Это человек, который не ходил по рынку и не светил, что вот я такой и такой. Он делал просто свою работу, и многие просто даже в лицо его не знали по тем временам. Сейчас-то в интернете наберите Владимира Громова, и вы сразу увидите и все его ролики, и все его статьи программные про Украину, про Донбасс. И его фигура сейчас более-менее известна. Но вот это дерьмо огульное, которое люди набрасывают, мне кажется, что люди до конца не понимают. Они делают большую стратегическую ошибку. Набрасывая вот этот негатив на человека, который никоим образом себя не проявил еще, с заходом в ЛНР. Громов что, уже купил билеты на поезд до Луганской, что ли? Нет. А людям настолько страшно, что они начинают набрасывать сплетни, какую-то дискредитацию, все, что только можно. И мародер, и алкоголик, и тунеядец, и так далее, и так далее. Вот это все говно они куда-то набрасывают. Но как бы вам не пришлось это говно вылизывать. Вы же не понимаете, во что вы вписываетесь. Вас просто спровоцировали на реакцию. И вы просто повелись. Вопрос. А кто вас назовет после этого умными? Я понятия не имею, собирался ли Громов куда-то заходить. Это не моего уровня вопрос. Но я понимаю, что после такой реакции группы ВКонтакте под названием «Голос МГБ ЛНР», которая санкционирована полковником СБУ Леонидом Пасечником для информационной поддержки, для отвлечения внимания, для сопровождения в конце концов, для обставления, мафия Леонида Пасечника ввиду его, судя по всему, не совсем адекватных женщин, она берет и админу рассказывает, что надо обязательно кого-то дискредитировать. Это большая ошибка. Это аппаратная ошибка. Это ошибка непонимания того, кто вы, куда вы идете и чьих вы будете. А вопрос «Чьих вы будете?» Он очень остро стоит. Я бы на месте людей, поставляющих админу темнички, я бы десять раз подумал, накидывать ли вот это всё на вентилятор. Потому что не ровён час, а Владимир Владимирович Громов может таки и купить билет в город-герой Луганск. И мне очень бы хотелось, чтобы так и случилось, потому что некоторым агентам иностранных спецслужб, которых сажал ещё Леонид Пасечник, будучи главой МГБ, до них всё ещё не доходит, во что они играют. Или я что-то не так рассказываю. Поспорьте со мной. Возразите мне, но это большая, аппаратная, оперативная ошибка, которая выдаёт интересантов с головой. Особенно после системного указа президента Российской Федерации от 15 ноября о легализации экономики отдельных районов Луганской и Донецкой области. Как все забегали, как все засуетились.